Всем привет, меня зовут Маша, я обожаю мейкоп. На этом канале мы говорим о самых интересных или трендовых релизах в мире бьюти. И сегодня я хотела бы обсудить с вами новинки. Начинаем мы, как всегда, с ухода. Я хотела бы поговорить о новом продукте от бренда TACCH. Называется он Detecture Tonic AHA Liquid Exfoliating Treatment. Обойдется он вам в 59 долларов. Фруктовые кислоты, неацинамин, также японская полынь и дикая роза в составе должны отшелушивать омертвевшие клетки, а также очищать поры от излишков сегума и, в принципе, вравнивать рельеф кожи. Звучит все очень интересно, будете ли вы что-то такое покупать. Далее у нас подобный продукт, но от бренда Fenty, Fenty Skin. Этот продукт обойдется дешевле, чем TACCH, за 40 долларов всего лишь. И здесь у нас Depressial Glow Instant Retexturizing 10% AHA Treatment. А также аппликатор, который можно использовать несколько раз. И здесь у нас AHA, также чай Roybush, фруктовые энзимы и экстраты. Ну, тоже звучит все очень даже неплохо. Я не знаю, пробовали ли вы что-то от Fenty Skin, как вам эта линейка. Следующее, о чем поговорим, это эссенция от бренда Хорошие Молекулы. Называется она Hyaluronic Acid Boosting Essence. Обойдется этот продукт вам в 14 долларов, и в нем содержится 3 разных формы гиалуроновой кислоты. То есть, понимаем, большие молекулы, средние и маленькие. Для того, чтобы увлажнять вашу кожу на всех-всех уровнях. Ну, звучит очень интересно, что вы думаете, как вам вообще этот бренд. Последнее, о чем поговорим в уходе, это Briogeo The Rice Water Treatment. Это средство профессиональной интенсивности, так было написано в Threadmood, которое должно увлажнять и разглаживать волосы, также повышать их эластичность и защищать их от повреждений. Обойдется вам 42 доллара за 148 миллилитров. Ну, в принципе, цена мне кажется адекватной, и продукт кажется тоже любопытным. Может быть, я когда-нибудь попробую, когда у меня что-нибудь закончится. Далее перейдем к декоративке, и начинаем с недорогой косметики. И здесь она всегда открывает Colourpop, всю эту историю. И начнем мы с The Feeling Bubbly Collection. Я не понимаю, почему так она называется, но окей, как-то у меня не ассоциируется внешний вид и какие-то пузырьки и так далее. Здесь у нас палетка теней Jelly Match Shadow, есть такие гелевые кремовые тени. Помимо этого, хайлайтер с формулой супершоков, также блески для губ и наклейки стразы для лица и тела. Палетка выглядит максимально простой. Опять же, кому-то, может быть, она покажется интересной, у кого еще нет ничего от Colourpop, если говорить про нюды. Мне палетка кажется обычной, я брать не буду. Хотя, мне кажется, что, в принципе, все здесь, все симпатично. Наверное, просто уже очень много всего от Colourpop есть. Далее поговорим про две палетки теней, которые вышли на сайте Ulta. И здесь она в Wimsy, а также Ticket to Dreamland. Любая обойдется вам 18 долларов. Также в коллекцию вышли продукты для губ, если я не ошибаюсь, и продукты для лица. Но понемножку совсем. Палетки, мне кажется, несколько похожи друг на друга, но в то же время разные. То есть здесь у нас привлекается этот вот мятный оттенок. И также такое ощущение, что одна палетка для более светлого, тона кожи, а другая для более темного. И вот такая вариация, да. Обе палетки, мне кажется, очень даже симпатичными. Но, опять же, наверное, не настолько, чтобы потратить на них деньги. И последнее, о чем поговорим в разрезе Colourpop. Это огромная палетка, она 30 оттенков. Называется она The Smoke and Roses Collection. И палетка очень-очень красивая. Здесь у нас и коричневые, и более такие теплые. И, ну, не скажем, не холодные, да, но, скажем, более нейтральные коричневые. Помимо этого, здесь есть и маувы, и более розовые оттенки. Но в палетке, мне кажется, очень-очень много всего. И мне кажется, что она многим понравится. Я бы даже, наверное, и взяла. Но, опять же, мне кажется, что если собрать все мои палетки, которые есть в подобной гамме, то, скорее всего, я эту палетку и насобираю. Ну, или хотя бы что-то очень похожее. Поэтому, наверное, я в этот раз пропущу. Хотя, конечно же, обзоры посмотреть было бы интересно. Далее поговорим про Juve's Place. И здесь у нас три палетки к Новому году, к Рождеству. Называются они Allory 1, Allory 2 и Allory 3. Первая у нас такая сочетает зеленые и оранжевые оттенки. Вторая полностью синяя, разные оттенки синего. И третья такая более теплая. У нас здесь и оранжевый, и персиковый, и красноватый, и коричневый, и один голубой. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, что палетки выглядят симпатично. Жалко, что нет свочи на более светлой коже. Так, конечно, не очень понятно, как это выглядело бы на мне, например. Но палетки мне кажутся симпатичными, если честно. Далее поговорим про палетку All Physicians Formula. Здесь у нас The Butter Dream Team. В этой палетке два бронзера, двое оттенков формят, также один хайлайтер и пудра для лица. Я брала какую-то предыдущую палетку, тоже для лица. Не то, чтобы мне не понравилась совсем палетка, но я бы сказала, что, наверное, мне нравится оригинальный Butter Bronzer. И всё. Наверное, больше мне ничего особо не зашло. И удивило меня тогда, что оттенок вот этого обычного бронзера, самого известного, классического их палетки, где было много продуктов, и в моей однушке, они всё-таки отличались. Я брать не буду, но знаю, что очень многие обожают и бронзеры, и хайлайтеры, и румяна, и пудры. И также покупают всегда вот эти палетки, особенно я знаю, что нравятся они визажистам. А мы с вами перейдём к среднему сегменту, и начнём мы говорить с продукта от бренда Artis Couture. Здесь у нас нюдовая палетка, очень красивая, на 8 оттенков. Называется она Supreme Nudes The Quickie Palette. То есть палетка, с которой можно сделать очень быстрый макияж. Мне кажется, что палетка очень красивая. Здесь есть и как более холодные оттенки, и такие какие-то гранжи даже. И хоть палетка мне кажется симпатичной, я, пожалуй, воздержусь от покупки. Ну, думаю, что будет что-то полюбопытнее, если честно. Далее поговорим про NADU и их рождественскую коллекцию. Здесь у нас старая тушь в новом оформлении, такая кисточка с глазами из страз. Очень симпатично выглядит. Тушь называется Vicious. Она должна приподнимать теснички, разделять и также придавать объём. Помимо этого в новую коллекцию вошла палетка из прессованного глиттера. Очень-очень красивая. И мультихром там даже есть. Ну, действительно, палетка выглядит очень красивой. Опять же, я помню, что была у меня палетка из прессованного глиттера от NABLA, и я в итоге отдала её подруге, потому что мне она срапала века, мне она была некомфортна. Ей она очень нравится. Она дискомфорта не испытывает. Так что она нашла свой домик, да, та палетка. Эту я брать не буду, хотя цена, в принципе, невысокая, 24 доллара. Мне кажется, что палетка очень-очень красива. Клиник выпустили хайлайтер, посвящённый китайскому Новому году с мордашкой Тигренка. Очень милый. Называется оттенок Golden Puff. Не думаю, что внубрать, хотя очень даже красиво всё выглядит, ребят. Покупаете ли вы что-то такое? Мне кажется, что это больше такой коллекционный, да, вариант. И хочется, наверное, рисунок оставить. Я, наверное, как-то вот из-за этого брать не буду. Но, опять же, я говорила, что пока что мне не хочется покупать новых хайлайтеров. Наверное, я ими наелась. Но и, опять же, их у меня очень-очень много. Релиз, который меня заинтересовал, это Селена и её бренд Rare Beauty. Вышла с новыми тремя оттенками румян-кремовых. Мне очень понравилась, кстати, формула. Если вы помните, я брала такой мини-набор. Там был блеск для губ и мини-румяна. Румяна я закончила относительно быстро. Я бы не сказала, что у них невероятно большой расход, но, опять же, и не маленький. Мне очень понравилось, что продукта в бутылке немного, поэтому он не успевает испортиться, пока вы им пользуетесь, да. Очень-очень понравились оттенки новые. Мне кажется, что они такие, я бы сказала, универсальные, да. Очень много кому подойдут. Такие спокойные. Действительно, если хочется чуть-чуть цвета на вашем лице придать, эти румяна, мне кажется, подойдут идеально. И здесь у нас такой влажный финиш. Ну, очень красивый румяна, как по мне. Я думаю, что сначала схожу по Сочи в Сифору, и потом уже буду принимать решение о том, брать или не брать. Помимо этого, Селена вышла с новыми продуктами. Это пудры для лица, а также бронзеры в стиках. Мне кажется, оттенки очень даже неплохими, хотя, конечно, я думаю, что она, скорее всего, чуть попозже увеличит линейку, да, то есть цветов были побольше. Но и так мне кажется, что, в принципе, она постаралась, постаралась хотя бы охватить все группы, да, и как можно большему количеству людей угодить. Тоже так же скажу, что сначала схожу в Сифору, по Сочи, потом буду принимать решение о покупке, надо или не надо. А вы, ребят, будете покупать в семье Офра пополнение. Здесь аж пять новых оттенков хайлайтеров. Давайте прочитаю, что здесь у нас есть. Золото-оранжевый оттенок, бронзовый, нежный, тёпло-розовый, персиково-золотой оттенок шампанского, а также яркий жёлто-золотой. Я не думаю, что что-то из этого я хотела бы взять для себя, но, конечно, я думаю, что Офра постарались, и очень много кто любит хайлайтеры от Офра. Я уверена, что это очередной успешный запуск. Вот следующий хайлайтер мне очень показался любопытным. Он уже, так понимаю, что доступен на сайте Колейдос, и это такой мультихромный хайлайтер, прям невероятно красивый. К сожалению, кроме как на самом сайте Колейдос, приобрести его нельзя нигде, по крайней мере, я не знаю, где можно его ещё приобрести. Я бы, наверное, купила, наверное, как-то забила бы на то, что у меня не сложились отношения с брендом Колейдос. И опять же, такое ощущение есть, что это будет сияющий хайлайтер, то есть там будут отдельные блёстки. Не совсем понятно, но есть такое ощущение. Возможно, я не права. В любом случае, сияние невероятное, и перелив тоже. Хайлайтер кажется невероятно красивым. Я бы взяла, но опять же, честно, не хочется заморачиваться и покупать на их сайте. Давайте поговорим про Too Faced. Коллекция уже доступна в ульта, и мы с вами уже говорили о части этой коллекции. Это была у нас палетка такая новая, большая, за 39 долларов. Кстати, очень даже приличная цена, не слишком дорого. Помимо этого, мы обсуждали с вами уже помады. Каждый придётся в 23 доллара. Также в новую коллекцию вошла тушь Better Than Sex. В новом оформлении здесь у нас водостойкая версия и обычная. Любая обойдётся в 27 долларов, и это полный формат. Помимо этого, новинки, да, к этой коллекции, добавочка, это маленькая палетка, которая называется Major Love Mini Eyeshadow Palette. Обойдётся нам в 27 долларов. Она была вдохновлена камуфляжным притом, и вообще, на самом деле, свочи обеих палеток, кажется, очень даже ничего. Но я бы, наверное, хотела посвочить живую, и посмотреть, так ли оно или нет, потому что, в принципе, мне обе палетки кажутся крайне-крайне любопытными. И помимо этого, в коллекцию вошли румяна, такого розово-персикового оттенка с сиянием. И румяна обойдутся вам в 30 долларов. Коллекция, мне кажется, очень супер прям милой. И не знаю, буду ли я что-то покупать. Прям действительно хотела бы, наверное, сначала посвочить, а потом уже принимать решение. Что думаете вы? Далее поговорим про мультихромы от бренда Bitter Lace Beauty. Здесь у нас 4 новых мультихрома. Можете вы приобрести любой за 20 долларов. Я так понимаю, что это стандартный размер, 26 миллиметров. Рефил, да? Помимо этого, вы можете приобрести все эти оттенки, собранные в одном рефиле, всего лишь на 2 доллара больше, чем стандартная цена до 20 баксов. То есть за 22 доллара вы приобретете все 4 новых мультихрома. Просто объем каждого будет меньше. Мне кажется, что это просто невероятно классная опция, потому что таким образом вы и попробовать сможете все оттенки, и опять же, не так сильно и потратитесь. Я не знаю, хочу ли я купить вот это все, или даже за 22 доллара купить один рефил. Это, конечно, дешевле. Просто потому, что я думаю, что все эти оттенки у меня есть в других брендах, и, ну, наверное, я обойдусь пока, хотя мне кажется, идея очень-очень классная. Очень необычной формы палетка от бренда Freaking Fabulous Cosmetics. Не знаю, что вы думаете по этому поводу. Здесь у нас палетка, состоящая из мультихромов, и красиво выглядят свочи. Палетка выглядит любопытно, интересно, если бы, наверное, не ее форма. Но, и опять же, не ее цена. 111 долларов, 24 цента. Вам обойдется вот такая палетка. На вкус и цвет фломастера, конечно же, разный. И я верю в то, что кому-то могут нравиться как раз-таки необычные формы палеток. Но мне, наверное, кажется, что, честно говоря, мне приятнее было бы, чтобы, когда я трачу такую большую сумму на палетку теней, она не только внутри была прекрасной, да, ну и оформление тоже действительно выглядело на эти 100 баксов. Или уж совсем тогда, чтобы-то были отдельные рефилы. Ну, то есть, я пропускаю, хотя мне кажется очень любопытным все это. Можно приобрести этот бренд на сайте Etsy. Кстати, очень интересная коллекция мультихромов. Это у нас Flakes, то есть сыпучий, да, это пигмент. И здесь у нас бренд Vansdale Cosmetics, мне кажется, так правильно называется. И коллекция называется Alchemic. В нее вошло 5 оттенков теней. И вы можете приобрести либо каждый из них по отдельности по 12 долларов, либо всю коллекцию за 55, и при этом вы получите еще 5 мл их праймера. Даже при том, что я не люблю рассыпчатые мультихромы, мне кажется, это предложение более любопытным, чем вот эта палетка огромная за 111 долларов, до 4 цента, да, с такой странной формой. Но, опять же, все мы разные, да. И последнее, о чем поговорим в среднем сегменте, это Electrum Cosmetics. Очень-очень красивые 4 оттенка мультихромов. Я, честно говоря, не успела сделать заказ, так что буду ждать того момента, как они опять появятся у бренда в наличии, потому что здесь какая-то невероятная красота. Как минимум 2 оттенка я бы, пожалуй, взяла. И на этом я предлагаю перейти в категорию люкс, тяжелый люкс. Начнем с Dior. Здесь у нас снова весенняя коллекция. К сожалению, здесь преимущественно перепромоутировали оттенки. Они, да, здесь просто палетка Туту в новом оформлении. Также у нас румяна, которые уже были в коллекции под номером 352. И также Cushion в 4 оттенках. Также в коллекцию вошли помады в новом оформлении. Мне кажется, оформление очень даже красивым. Не знаю, буду ли я что-то из этого брать. Честно говоря, наверное, ничего так особо не привлекает. Палетка у меня это есть в обычном оформлении. Ну и все остальное. Я не знаю, насколько мне это надо. Но опять же, дождемся весны. Может быть, биток клюнет, да, в одно место. И будет очень-очень сильно надо. Невероятно красивое коллекция от Laura Mercier, посвященное также китайскому новому году. Здесь у нас румяна, пудра, а также Cushion. Очень все красиво. Будете ли вы что-то из этого покупать? Я уверена, что многие фанаты Шарлотты замерли в предвкушении и ожидают ее новый тон, который будет в 30 оттенках. Очень даже неплохо это звучит. По описанию от самой Шарлотты, тональный будет увлажнять, также разглаживать кожу и создавать здоровое сияние. Причем то, как написано это все у Шарлотты, создается ощущение, что это не просто тональная основа, но и какой-то, знаете, уходовый продукт, который с тем временем, как вы будете носить, будет заботиться о вашей коже и делать ее моложе. По описанию в Трэдмуд, в списке ингредиентов, только рассказано про гиалуроновую кислоту и масло, то ли шиповника, то ли розы, не уверена сейчас прям так на память, но что-то такое. Посмотрим на полный список и, конечно, любопытно, что там за новая основа нас ждет. Уверена, что тоже будет что-то магическое и волшебное, как всегда, у Шарлотты. И предлагаю закончить этот выпуск обсуждением новой коллекции от Pat McGrath. Давайте поболтаем в комментариях, что вы думаете. Я проводила опрос в Инстаграм, и многие сказали, что палетка не понравилась. На самом деле, я получила очень много сообщений в Директ, тоже с обсуждениями, что и как. И люди, многие оказались просто в шоке. Давайте просто проговорим, что здесь на самом деле, да. Здесь у нас Pat McGrath заколлаборировалась с сериалом, который выпускает Netflix. Называется сериал «Бриджер Тоби». Я, честно говоря, не смотрела этот сериал и не знаю даже, о чем там речь. Мне Аня Илсакова сказала, что это такая любовная мелодрама. Ну и сказала, что... А что, прям обязательно надо посмотреть, но... Хочешь посмотреть, как бы так. В общем, из ее комментариев я поняла, что можно, конечно, и посмотреть, но можно и не обязательно. И здесь у нас палетка теней. Также у нас здесь с вами палетка для лица, которая состоит из двух оттенков румян, а также хайлайтера. И это уже оттенки, что были представлены ранее. Также у нас здесь два новых хайлайтера отдельных. Один из них золотой, такой желтое золото. А другой такой белая платина, но он у нас еще, я так понимаю, что с отдельными частичками блесток будет, потому что он заявлен как сияющий. Так что, вероятно, два разных финиша. И говоря про золотой хайлайтер, я понимаю, что это что-то такое более гладкое. И, наверное, оттенок будет похож на знаменитый хайлайтер от Fenty Beauty. По крайней мере, я вот так вижу это все. 24 Carats, по-моему, назывался тот хайлайтер, если я не ошибаюсь. Я не знаю, ребята, будете ли выбрать хайлайтеры. Наверное, белое золото более любопытное. А золотой скорее просто не могла Пэт в свою коллекцию не включить золото. И так как не было его в палетке, то хоть куда-то, но золото нужно было поместить. И вот оно у нас получается в виде хайлайтера. Если говорить про продукты для лица, то мне, честно говоря, не интересно совсем. Если говорить про палетку теней, то она у нас подается, кстати, как палетка для лица и палетка теней. И очень много интересных наблюдений я могу здесь сделать. Мне кажется, что палетка, во-первых, первые мои мысли, если честно, ребят, это то, что в этой палетке собраны те же самые оттенки, что были в палетке Celestial Odyssey. По крайней мере, голубой, похож на то, что было там. И там какой-то такой тоже лиловый. Честно говоря, у меня такое чувство, что остались излишки вот от той коллекции предыдущей. И Пэт решила долго не думать и просто всё запихать в новую палетку. Это, конечно, я шучу, ребят, но мне кажется, что палетка уж очень сильно напоминает всё, что было раньше. Это опять розовая палетка. Мне она напомнила очень-очень много всего из того, что было у Пэт. Опять же, Rose Decadence. По крайней мере, знаете, здесь нет оранжевых и таких вот золотых. Но, опять же, красные, коричневые. И это всё у нас всегда было. Но эти оттенки, мне кажется, просто кочуют с одной палетки в другую и никогда не покидают нас. Но появление этой палетки, мне кажется, уже совсем сложно объяснимым, потому что это не просто повторение. Это совсем ничего нового ни на рынке, ни для самой Пэт. И я хотела бы сказать также, что я, в принципе, являюсь фанатом шестёрок от Пэт. Я думаю, что когда я буду расслаблять свою коллекцию от Пэт Маград, все шестёрки будут проданы. По крайней мере, я, наверное, да, хотела бы от них избавиться и не брать шестёрки вообще. Разве что в них будет совсем что-то новое и любопытное. Также заметила, говоря о шестёрке палетки теней, да, вот именно этой, что на промо-материалах, на сводчах голубой выглядит очень нежным и таким грязновато-голубым, да. Когда же мы видим промо с макияжами, мы видим такой какой-то очень глубокий, насыщенный, красивый синий. Скорее же, не голубой, но синий-голубой, да. Но оттенок совсем иначе выглядит на глазах у девушки. И, конечно, можно сказать, что более тёмный подтон кожи наступает как подложка, но давайте быть честными, не настолько ничего не понятно. Также Женя, мне кажется, писала, что очень любопытно, что на двух разных фотках чёлки по-разному себя ведут, то есть крылышки у них в разные стороны. То ли эти рефилы крутятся, то ли дизайнер не знал, как всё-таки нарисовать получше. В общем, как-то всё очень-очень непонятно. И да, и тиснение действительно напоминает Гюрлен. Многие из вас написали мне об этом в комментариях, в личных сообщениях. Не знаю, ребят, будете ли вы покупать эту коллекцию. У меня вот такие вот какие-то, знаете, мысли. Купить её для того, чтобы сделать обзор в формате первые впечатления и сразу же отправить обратно. Скажем так, я не думаю, что палетка, даже если она будет хорошего качества, что я захочу оставить её в своей коллекции, поэтому я скорее не буду даже пытаться. И, наверное, скорее всего я не буду её покупать. Хоть у меня была мысль вот взять её на обзор, но мне действительно не хочется потом заниматься то ли возвратом, то ли искать человека, который её купит. Но, опять же, если вы фанат Пэт Маград, я так понимаю, что это лимитированная коллекция. И, наверное, вам в качестве вот такого вот экземпляра для своей коллекции палеточку купить захочется. В общем, поделитесь своими мыслями, что вы думаете по поводу этой коллекции. Как она вам? Будете ли вы что-то брать? Ну и на этом у меня на сегодня на самом деле всё, ребят. Расскажите мне, что вы думаете по поводу новинок, обзор на что вы хотели бы увидеть на моём канале и что собираетесь покупать сами. Я, как всегда, буду очень рада вашим лайкам, комментариям. Не забудьте подписаться на канал, если до сих пор не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. А я, как всегда, хочу пожелать вам великолепного дня, потрясающего настроения и интересных, любопытных новинок в мире бьюти. И на этом у меня всё. Пока-пока.